Ну раз уж я снова, здрасте, такая плодовитая сегодня, надеюсь у меня хватит батарейки, хотя там по времени еще 12 минут записи. И раз уж я тут в двух уже говорилках переходила частично на учебу, просто вот момент, тут конечно это все, наверное, вряд ли осирю и вряд ли вспомню, потому что это все-таки приходит как-то спонтанно с кусочками. Запрос у меня такой, да, это у меня все тот же листочек с зеленой рючкой написан, запрос у меня такой, воспоминание об учебе в ПЕДЕ, ну я так понимаю, где вот я после КУЛЬКА училась, да, тут в скобочках то, что я сама себе, вот про то, что я как раз хочу вам рассказать, да, и ты-ты-ты-ты-ты, чем запомнилось обучение, а, чем я, да, чем запомнилось, какие-то курьезы, как выиграл вуз и чем я увлекалась. Увлекалась, я подозреваю все тем же, единственное, что тогда меня немножко доставал один мальчик из моей очень бывшей компании, тот самый мальчик М, будем его так называть, потом, ну, девиантное поведение мне всегда радовало, у меня даже какая-то контрольная была, но у меня все вот такое как-то было. Я помню, у нас должен был, был у нас на первом курсе история рейки, у нас очень много разных историй рейки на самом деле было, и вел его, я не помню, как его звали в упоре, я помню, что фамилия у него была Фирцев, такой интересный мужик, где он только не был, он и буддизмон занимался, и чем он только не занимался, я была уверена, что он какой-нибудь там йог, да, у него там была поулысина, он где только не жил, у него там то зубы выпадали, то еще что-то было, значит, и, а потом выясняется, что он какой-то сверх дофига православный, и знаете, такой шок, вот человек вам втирает что-то про буддизм, про ислам, про еще что-то, и вдруг так в конце берет у вас, и у вас проходит экзамен, ну, это я сейчас забегаю вперед, у вас проходит экзамен, и там из тестом таким, из, допустим, 20 вопросов, по всем темам, про которые он говорил, кроме православия, там идет, допустим, 16 вопросов про православие, естественно, у всей группы было тройки, ну, там, может, что-то я передала, может, еще что-то, уж не помню, как это все закончилось, но, в общем, был такой товарищ Ширсов, и у нас должен был быть экзамен зимой, и он выдает какие-то темы, надо было выбрать как-то на свой выбор, и я говорю, что я хочу писать про орфизм, у меня был такой марагм орфизмом, но он до сих пор у меня, в принципе, остался, у меня очень много всяких увлечений, и вот этот орфизм у меня где-то такой стопочкой лежит, я хотела просто уже потом свою работу какую-то написать, или есть у меня такие заметки вампира, и вот, может быть, вампира туда сунуть, или, допустим, в какой-нибудь там Инферносферат продолжение, да, сделать, но что-то, короче, хотела сделать именно с орфизмом, хотя орфизм у меня есть его отражение, этот треугольник в Инферносферат, в общем, был такой момент, в 2006 году я поступала, да, это был 2007 год, лето, у нас сессия, один очень плохой мальчик решил одеть на меня жерель из пальцев, кому интересно, можете зайти на страничку, у меня там как раз на канале есть там стихи.ру, ссылочка, да, вот прямо на самом канале, видно где, вот на гугл плюсы, стихи.ру, а если на стихах.ру такого нету, то тыркаетесь там внизу, у меня куча таких этих ссылочек, и где-то там есть прозору, да, вот вроде есть на прозору, я там под дель Косарева, когда регилась, я, как-то мы с подружкой решили, ну, не поняли юмора и думали, что раз это два сайта, хоть и разных, но на одной площадке, то надо как-то имя другое, в общем, на одной я Ольга Косарева, на другой я Ольга Косарева, это просто, и, в общем, есть там такой рассказик «Искусство ювелира», вот его можете глянуть, там как раз будет понятно про всю эту фигню. Ну, я вообще пишу завуалированную, в основном у меня вроде как большая часть того, что я пишу, это то, что было в реале со мной или с кем-то, но оно чаще всего завуалировано, иногда настолько, что сторонний человек вообще не понимает юмора и тупо ржет, потому что там, в принципе, смешно. Короче, и вот из-за того, что этот мальчик решил меня слегка перемукнуть, он меня потащил назад, и я упала, короче, очень сильно повредила колено, и я долгое время не могла нормально передвигаться, в результате чего у меня на левой коленке из-за этого, потом очень долго, с 2007 года, но буквально, может, год назад закончились у меня, и меня часто сводила ногу, там была какая-то дикая судорога, и это был мягко, в общем, ужас это было, очень больно и очень неприятно. Ну, и я с этой раненой ногой не могу нормально передвигаться, соответственно, у меня как раз сессия, а у нас в Угличе любят меня немножко так рикошетить, ну, не в прямом, конечно, смысле, но немножко травмировать физически, как раз когда у меня сессия, причем именно как раз вот в Педе, очень любят. Какие-то у нас немножко, ну, знаете, есть город нормальный, маленький, там нормальное население, а в Угличе, наверное, это город красивый, а 90, ладно, 70% населения, я бы их на обитаемый остров закинула. Правда, мне, наверное, скажут, что я злая. В общем, вот такой Фирсов, и я, значит, говорю про орфизм, а я что-то за ним все записывала, он, я не помню, так получилось, что мы с ним разговаривали на лекциях, и он понимает, что я вроде как не дура. Но я с тобой таковой себя не считаю, просто я когда туда пришла, я не знала, что у нас, может быть, две трети группы вообще как-то не бельмеса в чем-то. Я из-за того, что я занималась историей, мама меня там вечно третировала, то еще пятая, десятая, там, с трех лет читаешь и тому подобное, причем сама читаешь, а потом тебя допрашивают, читала ли ты вот это, и что-то как-то поняла, да? В общем, получилось, что у меня знания были, ну, на уровне студента исторического факультета. И он мне, видя мое вот это физическое состояние, он мне говорит, ну, говорит, ты можешь на ней, ну, лекции спрашивают у девчонок, у кого нормальный почерк, на всякий случай, если там экзамен зимой сдавать, да, и лекции там у кого спрашивают, мне переписать, говорит, ну, ты, говорит, можешь отдохнуть несколько дней, ну, типа, не каждый день ездить, там, через день, или вообще там, ну, в понедельник, допустим, приехала, и потом приедешь в субботу или в пятницу. И я хорошо думаю, ладно, ну, типа, путь нога, типа, заживет, и я там про орфин собираю материал, и он такая вот мартышка, в хорошем, ладно, смысле слова, в общем, такая вот редиска, и он девчонкам моим говорит, с которыми я тогда общалась, что, типа, вот, значит, да она не найдет материал, да то все, да пятое-десятое, это было еще до того грека, который считал, что я не найду книжку по-греческому, учебник в два тома. И я, мне девчонки, это Олеська тогда, кажется, мне говорит, вот так и так, что, типа, он не верит, там, что. Я прискакиваю буквально через двое суток, наверное, я не помню, двое-два дня, наверное, тогда прошло, или день прошел, но, в общем, как-то я отдохнула, у меня более-менее уже, конечно, хромал, но, ну, вроде как, когда-то в покое пару дней, оно уже быстрее все-таки заживает, я прискакала к нему, хромая, и такую огромную распечатку про орфизм разного всего-всего-всего хорошее выбрано, такого, приволокла, и так, вшик на стол. Он мне потом давал какую-то, даже у меня тема была, я должна была эту контрольную писать, консулета сдавать, но получилось так, что нам резко заменяют эту контрольную экзамен на тестовый, то ли зачет, то ли не зачет, что-то такое, и под конец выясняется, что «О, мама, а мужик-то православный, там все там, то, что вот с самого изначально, вот это христианство пошло, вот эти соборы, вот это все-все-все-все-все-все». И сидишь так, и глаза на лоб катишь, что отвечать, куда, зачем вообще, где это такое бралось, а я, честно сказать, никогда особо православием не увлекалась, католицизмом. Ну, в смысле, христианство, у меня как-то мимо прошло на стоп, потому что у меня родня в основном, ну, верила. Не то, чтобы до фанатизма верила, но верила. И мне это периодически по ушам елозилось, клеилось, клеилось, клеилось. Меня помню, одна девчонка какая-то, с которой мы дружили, она училась с моей лучшей подругой тогда в одном классе. И она, узнав, что я падаю в обморок в церквях, правда, я падаю в обморок и в таких вот сырых помещениях, и в полупозвальных помещениях, и даже в музеях, она решила, что ты, ну, тебя там, я говорю, да, меня крестили. В тебя вселился дьявол, тебя надо там это очистить. Ну, в общем-то, такого маразма, и поэтому православие я вообще христианство как-то не очень воспринимала. В связи с этим. Ну, еще такой момент был у нас, был шикарный преподаватель, один Вадим, Андрей Вадимович, Вадим Андреев, Андреевич. Блин, Боцк или Ратичка? Не помню имя, отчество своего любимого преподавателя. Короче, Азов. Андрей Вадимович, наверное, все-таки. Шикарный мужик, очень-очень умный. Мы с Машкой думали, ну, он такой седой, что он вообще там древний какой-нибудь, а он возрастом моей тетушки. Совершенно, ну, в принципе, еще молодой мужик, ну, такой седой, он, в общем, еврей. Он, кажется, не знаю, как сейчас, он председатель был Ярославской иудейской общины. Он очень умный. Он никому не впиаривал свою религию, он никому не впаривал свое мировосприятие или там еще что-то. Он читал, и он очень любит. Он читал, он перечитывал, он очень любит. Мою любимую книгу, совсем забыла про нее. Как я могла про нее забыть? Но она мне конкуренция пойдет. Она к предыдущему обзору про книжки, там пять книг, да? Латриамон, песни Мальдорора и Сидор Дюкас. В нашей команде, конечно, ну, в смысле, вот в нашей группе никто вот это не читал. Я не знаю, читал ли кто-нибудь из вас, мои дорогие подписчики, но это шикарная вещь, но это, конечно, на любителя. И это надо читать под настроением, но я не помню, кажется, я его полгода читала, потому что что-то читаю, что-то, ну, именно вот как... Это чтение, это как медитация. Это вообще шикарно. Конечно, перевод местами был кривой. Я не знаю, там, я в каком-то сообществе состояла с этим, потом еще что-то про этого Мальдорора, но из него тогда стали делать попсу, и я просто срыла оттуда. Я не знаю, переводил его кто-то еще с французского или нет. Я хотела тогда найти оригинал. Ну и, в общем, получилось, что у нас на первом курсе и на последнем курсе был Азов, и он вел вот это вот экзамены. Потом у нас была установочная сессия, у нас первая установка, значит, в воскресенье мы учимся, в воскресенье у нас экзамен. Нас гоняет бедных из кабинета в кабинет, кабинета нет, и суть такая, что нашли мы кабинет, мы садим. И я беру тему экзамен, там надо было по символам, что-то вообще, я беру тему пентаграмма. Ну, он тоже такой, ну, вы понимаете, что-то все надо везде найти, и мы с подругой сидим по сети, везде лазаем, она мне распечатала, мне этот тракт, так сказать, настихирует. Ну, в общем, в принципе, на всех моих лиц страницах в сети он есть, пентаграмма, мистический опыт. И вот там все, все, все. И вот я ему толкаю про эту пентаграмму, он, конечно, мне поставил 5, без вопросов. И девушка там одна у нас, ну, конечно, у нас, я подозреваю, с ней потом терки были, и она считала, что вот он меня как-то по блату это поставил. Не потому, что у меня вот здесь вот мозги, а не сигаретный дым прокуренный настолько, что из ушей прет, а именно, что по какому-то блату. А он очень любил эти конференции, когда вот он даже нам сказал, что экзамен, если вы, ну, не хотите конференцию, тогда сдаете экзамены, а экзамены, подозреваю, у него никто бы не сдал. Ну, может, не вообще просто, что он требует. И он любит поговорить, и он спрашивает, ты должна задавать вопросы. Они все пытались меня подговорить, что типа, ну, как это, блин, ну, мне-то это интересно, и там одна баба. Писала про, у меня как раз тема-то была, вот она все обхватывала, потому что там у каждой кто-то про это писал. Вот как-то это связано с пифагорейцами. Я задаю вопрос такой, ну, символ пифагорейцев. Она скачать с интернета, кто-то скачала, а прочитать-то, видать, религия запретила. И он так говорит, так стоит, стоит, говорит, как я люблю людей, которые задают вопросы, которые знают ответ, но хотят посмотреть, знают ли ответ те, кого они спрашивают. Ну, естественно, ничего скрывать, это пентаграмма была, да? Ну, и в общем, у меня, конечно, там, все на этих, но мне его так жалко было, он такой интересный мужик, с ним так было интересно общаться, он там много чего рассказывал. Опять же, Мандарора читал. Это уже на последнем курсе, конечно, выяснилось. А, кстати, вот, она-то не совсем к теме относится. Ну, Петон, что, у нас там было три платника. Нам втирали, что к платникам особое отношение. На самом деле, я училась бюджетно. На самом деле, к платникам, я не знаю, каким там платником было особое отношение, потому что, допустим, с нами училась Юлька, она училась платно, ее как только не гнобили некоторые преподаватели. Ну, и, соответственно, ну, что бывает в вузах? Я думаю, вы догадываетесь. Я подозреваю, что...